Keeper of the Light Dark Lifestealer Пошел уже резерв, но вот этот Hunter, кого здесь можно добрать? Можно взять саппорт, можно попробовать гирокоптер взять, но в прошлую игру они очень агрессивно отыграли, мне прям понравилось, лода вернулся То есть, теперь играет полным составом, но видимо сейчас будет набирать каких-то, например, шадоу демона луну, шадоу демона гирокоптера Сейчас все это мы посмотрим и видим То есть, теперь мы будем смотреть, как лода убивает хрипов, в прошлой игре убивали исключительно героев Ну так вот, минута остается, нато свинцере, я думаю, настроены на победу С разгона набрали Вполне уверенно Берут Бэйна Значит, будет гирокоптер, скорее всего, сейчас С ним неплохо сочетается Бэйн Словно, я немножко похожа, но можно Фантом Лансер Хм Трилейн, конечно, сильный получился, но посмотрим, переживут ли они Напор нато свинцере, я думаю, нато свинцере после прошлой игры просто настроены Идти ломать Ломать вышки, ломать лица Банят шадоу демона, вот я банят лаундруида Фреон, добрали на свинцере, видим, для Лайта Феона Похоже, игра обещает быть как минимум 20-30 минутной Учитывая такие пики Кого еще здесь можно забанить? Не хватает только саппортов, вот по саппортам и лупят У самих саппортов есть, то есть можно смело Не же манчиться особо, просто банить Забаним шадоу демона Думаю, дальше Рубика тоже надо банить, надо банить Лишака, чтобы он не пушил Пока думает Вот он, Лишак Отвечает баунти хантером, целится Эдмирал бульдога в прошлой игре он их неплохо порезал На баунти хантере Так, ну и кто есть? Будет ли здесь Рубик? Сейчас посмотрим Можно кого-то еще придумать Можно придумать Лину, чтобы она не бурстила Вот она, Лина Занисовался лагу на Блейд Лайнсеру Лайнсеру неприятно, он не слишком плотный Верлигейме Верлимидгейме Так, ну и последний бан Кого еще здесь можно вообразить? Медовых героев вообще не вспомню То есть остался здесь, вроде бы А, ну Дэнни здесь все на Дарксире будет Раз такое дело, то есть и Дарксир и Фурион Забаним Вивера Радиант Тим Пик Радиант Тим Пик Так, ну давайте брать Кто пойдет на мид, кто пойдет на соло Как все это расставить Хм Можно попробовать, в принципе, взять еще и Герокоптер Но это, мне кажется, будет небольшой оверкил Сейчас посмотрим, как все это обыграется здесь Берут Клокверка на оффлейн Так, ну время брать саппортов Очень много сильных саппортов за бальной Остался Рубик Посмотрим, возьмут ли Нави, я не думаю, что будут допускать такой шанс Рубика специально, видимо, у Тетхантера выпустились банов Очень многие команды его действительно не боятся То есть Вроде бы есть у него фейтболт Вроде бы с пылы воруют Но достаточно просто не набирать сильных ультимейтов каких-то Либо вовремя раскастовываться Очень интересно, кого дадут в Тесфор Можно взять сейчас код-герой Дэнди Посмотрим, возьмут ли мы Берут Рубика А, Дэнди на Дарк Терри Ворвался Так, Рубика все-таки взяли Думали-думали долго Добрали Рубика Так, ну и кто на мид пойдет Посмотрим, будет ли это Квин оф Пейн Либо кто-то еще Контроль надо немножко Ну, в принципе, есть Бэйн Без Клокер Тем не менее, все равно Какого-то контроля не помешало бы Можно попробовать пак и добрать Можно Беремастера Очень мне интересно, как здесь все это Разложится сейчас Так, ну 40 секунд осталось Понимает, что на миде будет Дарк Сиро И придется воевать с Сан Шоун То есть, может, придется брать рейнджового героя Из-за этого Либо как-то ставить по-другому лейны Сейчас посмотрим, как Как Сфор здесь все продумает Он долго думает, он для себя героя берет Он обычно на мид ходит То есть, сейчас надо Представить все, понять Понимает, что по тимфайтам Немножко проседают Еще чуть-чуть контроля Еще немножко АОЕ Бремастер Вроде бы неплохо заходит Но Сан Шоун И будет небольшая проблема Пока думает Квин оф Пейн все-таки берет Контроля нет, но Тонна АОЕ просто Отвечает Дисраптором Пупей Так, ну и давайте смотреть Разбирает героев Ловда, самое собой На Фантом Лансере Ну и посмотрим, как он сейчас нафармит По-моему, последние игры Фантом Лансера Они выиграли Обычно минут Чуть ли не за 25 То есть, он как-то быстро Расфармился Точнее, его команда Создала им просто Невероятное количество места Ну и потом В первую же драку Приходили просто Подбирал килл за киллом И уже все сдавались Понимали, что с Лансером Таким уже Ничего не сделалось Нави Могут сплитпушить Могут драться То есть, есть Стяжки Есть Статик Шторм То есть, если ставить Кинетик Барьер В него всех стягивать То это будет очень больно Полетит туда Фейтболт Полетит туда Статик Шторм И можно залезать внутрь Просто догрызать Это все дело Конечно, не так уж Моговые, как хотелось бы Но Тем не менее Не так уж и плохо С другой стороны Новотайд Хантер Страна Рейдинг Тесфор Квин оф Пейн Аки Киперус Лайт Адмирал Бульдог На Клокверке И Джиэм На Бэйне Лода Фантом Лансер Закупает колечки Два колечка Топорик Сделать ботиночка Сделать Рингов Аквилла Потом с этой стороны Команда Нави Дэнзи на Дарксире Смайл На Аробике Лайт оф Хэйн Фурион Ползет хвост на Лайстилер Ну и Пупей на Дисрапторы Трилейны Само собой не встретятся То есть, смысла особого нет Встречаться Просто будут пытаться Нафрифармить И потом они просто Слих склеснуться И посмотрят Кто кого Перефармил Будут делать Отпула Лоди Хвостов будет Иметь смысл Зарашить Медасом Понимая, что Фармгонка у них С лодой Поедать деревьям Топориком Адмирал Бульдог Здесь хороняет Танго ему Запулили Для саппорта То есть, у него Сам закупил себе реген Ну и плюс еще Бонусный танк Засунули Посмотрим Как бы его здесь Не убили Убить вполне могут То есть, поднимает Отели Кинезисом Вроде бы Ставит Хоги Пытается бежать Но и потом Он просто Глимсом обратно Возвращает Кидает Опен Вунс И уже начинает Добиваться Окончательно Трейнт увидел Адмирал Бульдога Как он не пытался От него скрыться То есть, теперь Понимает Наверное, что Трейнт не будет Против них Успокаиваться Ну, не могло бы И быть, в общем-то Несмотря на пик Бэйна Бэйн весьма Агрессивный герой Тем не менее Лода отправляется Фармить Пупей Ходил, смотрел Что там с Ронами Рона свер Так Где была Рона Рона, похоже Убила просто Пупей Так, ну и Дэнди Раскидывает Айншелла Потихонечку Дамажит Крипов Денает Одного за одним С4 Замечательно Двух крипов 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 Третью Дэнди Добивает Получает Шедоу Страйк За это Начинаются Драки На миде На фрифармщике Кэрри смотреть Не так интересно Интересно Смотреть Что на миде Происходит Четыре крипа Два дена Уже У Дэнди Всего два крипа Не одного дена Само собой Поцарапал Немножко Адмирал Бульдога Посмотрим Как быстро Они его Успеют убить Хвост Просто Выползает Прогоняет его Адмирал Бульдог Само собой Вкачал Коги Пауэр Кокс На первом уровне Если что Будет прожимать Пытаться Отжать своих Ганкеров С4 Проседает Протанковал Немножко Он крипов Надо немножко Отпиться Вот он идет Выдать дерево Ну и рядом Аким Будет сейчас Сделать Отпол на мид Потихонечку Выдает деревья Пытается Убивается Так просто Элиминейтом Дэнди Еще один Шэдоустрайк С этой стороны Откидывает Адмирала Бульдога Кинетик Барриер Есть Глимса Пока что нет Пока его Не убивает Особо У хвоста Даже мана нет Потом потратил Опен Вунс Но как-то Комбо целиком Собрать не получилось С4 Совсем на лоб ХП Будет сейчас Трайс Саль Освобождает Он слот Под бутылку Бутылка в пути Курьера Надо апнуть И джем Постоянно делает Отпулы Как дела здесь у лоды Давайте посмотрим Лоды 12 лосхитов 9 всего у хвоста Из-за того что хвост Отвлекался на эту Клокверка Дэнди Авто атакует Квин оф Пейн Ну ладно Это в хэм просто Фармит лес Аки находит Редженерейшн Дэнди очень больно Прорезал Пупе рядом Крути Дэнди отпивается Бутылкой Бутылка прилетела Если бы не было бутылки С4 мог попробовать И убить Пусть у нее переуровни Все с Крим оф Пейном Здесь И саппорт рядом Крути В общем-то Реген есть У Дарксир Просто отбивается С4 Бутылка отправляет Обратно Аки отлично успел Посмотрел руну Руну своровал Дэнди Приходится Бутылку тоже Относить обратно То есть Курьер пока Остальным лейнам Недоступен Что с одной Что с другой Сторон Адмирал Бульдог Стоит более-менее аккуратно Знает Что саппорты Там отпуливают Пусть у него Вардов здесь нет Он не видит Что происходит В лесу Тем не менее Пока что Не слишком боится Получает смело Опыт Сам третий Уже Хвост Тоже почти Четвертый Сам третий Тоже Глокер Пять крипов Можно купить Хотел купить ботинок Ботинок купил Но и сразу Пытается бежать Подловили его Откидывает обратно Попадает в Кинетик Барриер Полетает Еще эфирион На всякий случай То есть Килл очень хотели Все Достается Рубику Догнали Токюбиль Пожадничал Он пошел Он знает Что Курьера Нельзя брать Потому что Курьер Носит себе Бутыл Косфор Поэтому Попробую Зайти в сайдшоп По-быстрому Купить ботинок Пока никого нет Оказалось что Все саппорты Очень-очень близко Смотрели на него Из-за кустов Но из-за этого Отдал Ферсблад Вот он Начинает Психонечко Размножаться Появляются Косики дополнительные Можно Начинать Кусать вышку Сейчас Сюда уже Прилетит Фурион Таурандр Атак Скалонансер Выбегает Пупей То есть Фурион Пока в лесу Его Особо не тревожат Какие-то вышки Пока у него Медас Как минимум Не появится Свор Получает бутылку Можно обратно Отпиться Ну и Бежит за руной Руна снизу Руна сейчас Возьмут Убил Аки Так Ну и Хвост Все дальше и дальше Отстает он Пол с хитом Ассист он получил Ферсблад Достался не ему Тем не менее Покупает рецепт На Медас 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 Может вполне Лоду он Догнать Лоду Медас Не делает Он сделал себе Транклбут Рингов Базил Сейчас он Принесет себе Рейсбэн Получит рингов Аквила Надо ему Предупредить Сисфор Что Эреген Его немножко Подождет Пока ему Колечко летит Так Ну и Сделаются Отпулы Доедает Брайнсапом Ну и еще На один Кэмп Увод То есть Тройной Такой Отпул По всем Трем Кэмпом Провели Креп Танкует себе Крепов Ну и просто Так вот Джангли С помощью Своих Лейн Крепов Так Ну летит Бутылочка В нее набилось Уже очень много Всего С4 Несет себе Мэджик Ланд Ботиночек В Аки Ну и Рейсбэн Надо забрать С4 К сожалению Просил как раз От Айншелла Курьера Наконец Законтролили Ну и С4 Понимает Что Еще где-то Минуту Бутылку Ему не отправить Обратно С этой же стороны Летит Мидас Дэнди Тоже пока Без бутылки Поэтому Оба героя Они будут Пока друг на друга Набрасываются С обеих сторон Они понимают Что Надо стоять Аккуратнее Поэтому Даже здесь Входят саппорты Не знаю То ли подганкать Хотели То ли просто Дэнди Охраняет Пока Мы без бутылки Полетели То есть Они Курьера Еще и на базу Отправили Вот они Возят Туда-сюда То есть Он летал На базу Забирал Варду И забирал Брайсера Для Аки Точнее Не для Аки Для Лоды Лоды Делает барабан Аккуратнее Бутылка Уже прилетела Из формул Охп Убить бы Курьера Эх Не добил бы На него Три автоатаки Надо Подвышку Бы уже Улетел Лоды Наконец Все получает Рейнг Факвила Есть Можно пушить Брайсер Немножко Затанковал На случай Если Какой-то Контрганк Пролетит Но С4 Вынужден Бежать На базу Как-то Я смотрел Смотрел Как они Вынудили Идти на базу Своим Курьером Или нет Все-таки Вынудили То есть Курьер Где-то Посредине Карты Болтается Из-за того Что выводили На базу Такая вот Небольшая Ошибочка Не скоординировали Вот Попросил Еще и Барабан Ну и В итоге С4 В расстройстве Возвращается На базу Он тратит Очень много Времени Пока ходит Тем не менее Ультимейт Есть Сам почти Седьмой То есть Можно куда-то Пролететь По гангсу Нет Возвращается На мид Еще один Телепорт Есть То есть Сейчас Телепорт Откается Можно будет Сделать Контрганг Какой-то Либо Пролететь Куда-то На пуш Лода Добивает Первую вышку Первую вышку Получает Нотат Хантер С этой стороны Пока стоит Как один раз Убили Нави Больше Особо Ничего Не делают Просто Фармят Приходит Натер 2 То есть Быстро Смело Ими Бьет Купил себе Рецепт Уже Барабан Выходят Саппорты Аки Идет Стоит Вард Визит Дарксира Купей Кинул Тандер Постал Кинатик Барьеру Но вроде Всех Более Менее Разогнал Немножко Свободное Время Получилось Чтобы Спокойно Расформить Теперь Не надо Бутылку Пить Каждый Раз Лода Продолжает Ухранять Пурион Пускает Ультимейт Давайте Посмотрим Вот он Купил Наконец Свой Мидас Ну и Можно Куда Пролетать Начинать Устраивать Какие Таганки 36 Скрипов Уже Кьюн Оф Пейн 53 У Лоды 52 У Лайфстилера У Дэнди Все Очень плохо В сравнении С Кьюн Оф Пейн Несмотря На то Что Гонял На базу Но Пролетает Наконец Барабан Здесь Приходит Дэнди Понимает Что надо Кидать Айн Шев Просто Отпушить Лейн Лейн Отпушил Возвращается Обратно Стоит На руне Находит Вой Джем Дэнди Всон Руна На топе Достается Кьюн Ну и Вот так Хоть Курьер Кьюн Оф Смотрит На хвостах Хвост Если что Прожмет Рейдж Телепорт Он себе Пока не покупает Но значит Скоро может Потребоваться Покупает Хилинг Салф Кьюн Оф Вынуждена Отойти Дэнди Сказал Что Мяснула На смеда И пошла Наверх Догадаться До этого Было Несложно Так Ну и Выходит Обратно Собирается С своим Трилейном Варды Есть Есть Барабаны У всех Ботиночки Совсем Все хорошо Закупает Телепорты Видимо Так Здесь ждет Аркейм Блуд И джем Финс Грипп уже есть То есть Если кто-то придет Дефать вышку То его сразу Поцепят Здесь Набегает На адмирал Бульдога Отлично Поверкоги Поставят Пролетает Фурен Сейчас Поставит Спраут Вернуть Надо Глимсом Глимс Низку Урнем Пролетает Уже Как-то Набрасывается Пролетает Лода Лода Глимсует Обратно Отлично Глимсанули Пролетает С4 Раскостовывается Убивает Дисраптора Санолов КП умирает Однако Минус 3 Уже сделали Клокер Идет Добивает Минус 4 Делает На аробике Хвоста Отталкивает Хвоста Обычно Попробуют Убить Но уже Нечем Просто Умирал Бульдог Думаю Что с ним Делать Хвост Просто Вкрепе Сейчас Уедет К себе Подвышку Ну и Лода Глимсанули Он просто Уничтожил Вышку То есть 4 килла Плюс Тауэр В обмен На Queen of Pain Мне кажется Размен Вполне Неплохой Для Новых Тайтхантер Хвост С Медасом Как минимум Выжил В этой Драке Финс Грипп То ли Не стал Трать Бэйн То ли Бэйн Там Отогнали Как-то Если честно Я не заметил Так Ну и Давай Смотреть Сейчас Посмотрим Обновители Пока что 2000 Уно Тайтхантер Ну и Почти 4000 По золоту Это Девушки Это Последняя Драка 4-2 Счет Убивается Вперед По киллам Скоро Уже Крипов Саймшен Просто Бурштитер Убивает С Кремов Пэйном Так Ну и Адмирал Бульдога Полторы тысячи Золота Посмотрим Что сделает Было бы Интересно Если бы Сделал Орки Скорее Орки Сделает Кин оф Пэйн Вместо этого Так Охраняет Рубик Рубик Охраняет Дэнди Видит Что С4 Постреливает С4 Рубика Похоже Еще не Видел Вард Это Вард Дайров Все Это же Стран Вокруг Обставили Прям всем Аки Задувает Дэнди Дэнди Увидел Хейст Но Уже Не взять Приходит Кин оф Пэйн Спокойно Хейст Забирает Так Что здесь Такое Телепорта Просто Веточки Палочки Так Бэйн Своим Финс Грипп Можно просто Держать Дарк Сира Если Дарк Сира Очень быстро Начать убивать То Мекки у него Не появятся Еще очень долго Мекку Скорее всего Тогда будет Вынужден Делать Фуреон Фармить Своим Медасом Сдел Ринго Базил С Дэнди Приходит В лес Начинает Здесь воевать Так Давайте Посмотрим Где Лода Что у него Лода Алакрити Блейд Блейд Что-то Еще похоже В полете Нет Это просто Варда Клипор Находит Находит Пупея Финс Грипп Надо держать Не стали Держать Пролетает Статик Шторм Поставил Умирает От Рошана Отлично Убили его С Крейм оф Пейн Здесь еще и Дэнди Закидывает Телекинезисом И джемы обратно Дэнди бежит Кокерк Поставил Коги Дэнди пытается Гоняться Понимает Что может получить Финс Грипп Здесь еще и Ультимейт Есть Куин оф Пейн Лода Тоже рядом На случай Если бы завязалась Масштабная драка Я думаю Ну вот Эдхантер Были бы посильнее С ультимейтом Куин оф Пейн С дизейблами Со всеми Так И просто Пролетает Отпушивает Лейна Добивает Крипов Появится У нее Очень быстро Первый кусочек Мекки Сейчас Обливин Став Появляется С4 Дэнди Держит Финс Грипп Надо Раскастоваться Ультимейт Не пожалел Это того стоило Одновременно Крипов Зафарм Дэнди убил Замечательно Того это действительно стоило Теперь мы смотрим Фурион Фурион Тысяча золота Посмотрим что купит Ему надо начать Покупать Хайдресс И все остальное Потому что Дэнди пока что Сфарм А нет Дэнди купил себе Хайдресс То есть Успел он закупиться Перед смертью Судя по всему Либо сейчас Только купил То есть все таки Мека будет делать Дэнди Однако если опять Его будет подцеплять Убивать он сделать Ее просто не успеет Не успеет доделать Пока В том момент Как начнутся Более менее массовые Такие драки Скажем так Что есть Ваки Ваким Очень много лордов 4 апсервера Есть смок Но и продолжает он Хвосту тычет Палкой в лицо Убивает Весь криплейф Спокойно Отфармливается 40 секунд Дофенс гриппа Так Виновпейн Реген находит Полетел в лес Искать Фуриона Судя по всему Фурион Осторожненько Убегает Расставляется Варды Видит что здесь Кого-то убивал Хвост Хвост возвращается На лейн Его уже видно Крипами Ну и Квин оф Пейн Пошла его просто Пугать Судя по всему Сейчас если Крипы закончатся Ему будет некуда Спастись Отлично Раскастовывается Прожимает рейдж Ну и просто бежит Под вышком Ультимейта Нету Квин оф Пейн Если что Инфестом Залезет В крипа То есть Время на этот раз Не стоит Пролетает уже Саппорт Здесь С4 Улетает на базу Уделен что на базу У нее полный Был и хп и все остальное Сюда приходит Кокверк Хвоста чуть было Не переехали Элиминейтом Лейн подпушили И нави вынуждены Здесь стоять втроем Дэнди получает Брейн сап Брейн сап Четвертого уровня В общем то Бейн здесь неплохо Солоэксперенс получил Дэнди сам девятого А Саппорт Брейн восьмого Как так Урну закупает Мэджик Ван доделывает Кидает сон Финсгрейп есть Надо прилетать Кому-то Пролетать некому То есть мог он Дэнди вполне Попробовать убить Если был телепорт От Queen of Pain Она телепорт потратила Она летела просто на базу Удивлено Что так происходило Ну теперь С4 просто решает Что он будет Прогонять хвоста И не давать им фармить Отлично Влетает Кокверк Влетает на Light of Heaven Фурион пытается убивать Фурион пытается отпрыгнуть Queen of Pain На Килинг Спрей Получает очередной килл Похоже сейчас на хвоста Будет просто давить Криплейв Бурстится На Queen of Pain Пытается напрыгивать Ставят ее в Сайленс Queen of Pain Просто умирает Умирал Бульдог Похоже тоже ничего Костанут не успеет Отличный проказ был От Дисраптора Минус 2 сделали Потеряли Фурион Тем не менее Так с этой стороны Идет Дэнди У Дэнди инвиз Пошел он видимо На Кип Розлайта Инвиз его видно Стягивает Кип Розлайта Ну и тот просто влетает Понимает что здесь хвост Дэнди Дэнди потратил Свою единственную контроль Ну и Босс начинает Грызть вышку Давайте посмотрим Как по Нетворсу По Нетворсу На первое место Выбивается хвост Один килл Три ассиста Несмотря на то Что по Крипам отстает Вышки он пока еще не добивал Так ну видимо Но Тед Хантер серьезно Настроен по поводу этих вышек Прибегает лода Мана немножко не хватает Есть диффузы Однако Дэнди кидается Спинсгрипом Дэнди сдержит Кого-то отправляет обратно Глимсом Но тем не менее Дэнди просто умирает Хвост пытается набраться На лайнера Но тем не менее Вынужден спастись В Крипа он залезает Крипа на Дэнайт Хвост вылезает Сразу с Крипа Получает Проказ от Кин оф Пейн От лайнера Погибает хвост Ну и сразу же сейчас Начнет пушить лода Начинает размножаться Вот так вот он Доделать диффузу Пришел Сейчас откатит У него Транкл будет отопьется Идет покупая телепорт Но и надо допушивать Своей лейны У них все отпушены То есть Пока лететь Никуда не надо Особо Фурион Хоть и живой Тоже никуда не летит Он делает себе Шеталблейд Дэнди убили Опять откатили ему Меку Вот у него есть Баклер Но до рецепта Осталось 7 сотен всего Зачищается Чужой джунглей Но видимо Пошли на поиски Иллюзии здесь Дает вижен Иллюзии Будет пытаться Размножиться Об крипов Накиды спиритланца Ждет когда появятся Скрипы Ну видимо Будет дальше пушить Нет Улетает лода Понимаешь Нельзя так задерживаться Он пока Не настолько Отфарменный Адмирал Бульдог Начал переезжать Дэнди В плане Мекки То есть Совсем Ненамного Но я думаю Одновременно Появится Чуть было не пролетел Он Варсар Буквально Немножко Не дотянулся С своим фуком То есть Он кликнул Перед ним И надеется Что хватит Ранжа Ранжа не хватило Иначе бы Пупе Ей пришлось Глимсовать Обратно Эту кокверка Спасать Рубика Я думаю Рубика Вполне бы спас То есть Без проблем Один Глимс Прожал Глимс Четвертый урн То есть Ранжа Хватает Давайте посмотрим Сколько Сколько здесь Ранжа Здесь Как видно Больше экрана Тем не менее Возвращает С4 Поражали Статик Шторм С4 Ищет Где краешек Где он не заденет Кинетик Барриер Статик Шторм Немножко отходит Реколит Сразу Лоду Лода Выбегает На фронтлайн Как-то Это плохо Делает Эскейпа У него нет Снимая Себя Диффузовым Замедлением Пинсгрипом Держит Хвоста Бэйн Тенди Поставил стенку Сдаются Иллюзии С этой стороны Зашла Квин Оф Бэйн Ну и просто Умирает Здесь Через стенку Никто не мог Пройти Она без Саппорта Дралась Как-то Очень странно Разделились Квин Надо было Стоять Со всеми Так Ну и В общем-то Один в один Поменялись Поменяли Рубикон Но Квин Оф Пейн Размен Вполне Неплохой Я думаю Их это устраивает Хвоста Арнет Идет он дальше Д600 Есть Очень скоро Понадобится Саппортом Покупать Уже Госсептер Начались Госсептер Лайфстилер Будет поедать За пару ударов Никому Это не хочется Посмотрим Что дальше Будет делать Лода Сколько у него Деньг 1800 Можно купить Яшу Так Ну и Мекка Наконец У Адмирала Бульдога Но у Мекка Уже есть У Деньзи Как я и говорил Появились Одновременно Все хорошо Об их Команд Лайт оф Хевен Деняет Миттаур Поденая В итоге Рубик Так Что здесь Так Летит Госсептер Уже есть У Аки Заранее Подумал Отлично Все Сделал Молодец Парень То есть Понимал Что это Произойдет Что рано Или поздно Нужда Появится Так Здесь К хвосту Летит Башер Будет пытаться Какой-то Подбаш Реколит Кого-то Аки Перереколил Лоду Лода Начинает Набрасываться Аки Госсептером Расконтролил Возвращает Лода Обратно Он просто Улетает Другой Канец Карты Ну вот так Вот Кипровзлайта Добили Пытался Здесь Пролететь Скокер Помню Что Очень много Народа Вокруг Похоже Это Бесплатная Вышка Но вышка Менять Пытается Лода Глимсом Его замечательно Вернули Вроде Он успел Что-то Как-то Побить Даже Восстан Но тем не менее Получает Ультимейт От Фуреона Поражали Фортифай Все Страни Фортифай Даже нет Кауэр Достает С Лайта Феона Уже Хватает Именно Шедо Блейд Так Кого Здесь Убили Квин Оф Пейн Было Пупее Дисраптора Дэнди Поражал Инвиз Ну и просто Его начинают Убивать Просветили Добили Замечательно Мег ему Не помогла Лода Добивает Вышку Яш уже Есть 1500 Сверху Фрем Покупает Шедоблейд Будет пытаться Сплитпушить Но возможно Это не очень Получится Так Смайла Находит Кипер Узлайт Перепугался Бежать Смайла Достается Чакра Мэджик Очень хороший Спел Будет Заливать Семан Ну конечно Монозатратных Совсем Героев Нет Разве Что Дисраптор Тем не менее Все равно Полезно Очень много Утилити Госептер Пролетает И GM То есть Они заранее Договорили Что мы будем Делать Госептер Копить Деньги Заранее То есть Меку Делает Клокер К остальным Саппортам Им на Госептер Надо Копить И уже Они это Сделали На 20 Минуте Саппорт С Госептер Я считаю Это просто Успех Понятное Дело Что есть Пытается Доформить Он свой Кемонт Оставил Вард В их лесу Видим Лода Сейчас будет Искать Активно Охраняет Заливает Маны Как-то у нее Совсем Плохо С размножением Вроде Все вкачано Но Пока Белонейтралов Ни одна копия Не заспавнилась Но заспавнил Одной кнопкой Копия Доплыволком Находит Хвоста Это тоже копия Вот Две иллюзии Дерутся Иллюзия Лайнстер Само собой выигрывает Из того Что размножается Так Начинает Эсфор Сплитпушить Он понимает Что Если наивиси Все в пистером Соберутся Они достаточно Сильные Сейчас То есть Есть Татик Шторм Есть все остальное Несмотря на то Что есть Оркит Надо Доделать БКБ Эсфор А потом Уже Можно Говорить О каких-то Драках Пока Появится Манта Ставил Лода Пока Появится БКБ Куин Оф Пейн Я думаю Каких-то Прямо Таким Пять на пять Тимфайтов Устраиваться Они не будут Отпушивает Лейны Просто Элиминейт Получает Опыт Сверху Сплитпуш Кого Нашли Нашли Хвоста Хвосту Дали Оркит Пытается Убивать Он пытается Сбезить Клоквер Получает Урон Прожимает Рейдж То есть Закончится Оркит Хвост Крузит Армлетом Эсфор Понимает Что надо Улетать Впадает Статик Шторм Откатывает Лимцом Умирает Хвоста Успевает Добить Поменяли Клокверка Квин оф Пейн Одного Только Хвоста Не самый лучший Размен Лода Сразу Приходит На мид Получает Фейтболт Рядом Бегает Дэнди Нави Сразу Начинает Подпушивать Понимаешь Что 30 секунд Квин оф Пейн Не будет Вот так Рисково Залезет На хвоста Ну и Буквально Совсем чуть-чуть Урона не хватило Закончился у него Оркед Прошел урон Оркед Он поражал Просто рейдж Ну и Добил Клокверка Крутанул Армлет И Сразу Стало Просто Замечательным Либо Это он Армлет Крутанул У него ХП Так убавилось Если честно Я Не следил За Дебафом Его Вот Уже Может Фармить Эншнет Приходит Видит Что Эншнет Здесь Только Один Ждет Когда Реген Установит Ману Ну Эллиминейт Здесь Все Убивается Light of Heaven 1300 Помимо Shadow Blade Dust Купил Если Они Будут Прилетать Сбивать Лайнсера Как-то По-хитрому Летит Мант Остайл То есть Даст Можно Снимать Будет Мант Остайлом Даст Можно Снимать И Зарядом Диффузов Еще Шесть Зарядов То есть Даст Пока Не страшно Вовсе Вот Само собой Придется Они прожмут Даст Будет Просто Хорошо Доплыволка Прожимается И Убегает С4 1400 Ждет Он С вами Филхаммер Здесь Давайте Посмотрим Что у Пупея Медалька Между прочим То есть Будет Минусовать Армор Пошли Судя по всему На Рошана Поражали Смок Так Ну и Выдвигаются Здесь у них Сентр Стоит Вард То есть Можно Вражеский Вард Даже Убить Аккуратненько Бачком Бачком Заходит На Рошана Очень быстро Сейчас Рошан Падет Пока Собирается С мыслями Ноутайдхантер Куда Жделись Враги Летит Ракета Очень вовремя Сообразили Очень быстро Нави понимает Что сейчас Все придут Тем не менее Пытаются добить Рошан Падет Очень-очень быстро Просто Поедает То есть Собирается Здесь вроде Ноутайдхантер На драку Рошана Уже потеряли Нави Просто Разбегаются Иллюзиями Побили хвоста Кого-то вернули Глимсом Кого вернули Так А хвост лезет Драться У него Егис Получает Оркет Начинает Получает Финсгрип То есть Выбивает У него Егис А здесь Летает Мирал Бульдог Ну и всю Команду Бурстит Квин оф Пейн Ох Как больно Элиминейт Здесь еще И хейст С4 Тянется За хейстом Хейст Находит Включает Сразу Бегает Раскресает Хвост Надо воевать Лода Проходит Чистенку Хвост Рэйдж СП Аут Прием был Воркет Поражал Шэдоу Блейд Ну Квин оф Пейн Отлично Добило Купе Даблкил Пытается Найти еще Кого-то Но все Улетели Просто На телепортах Сразу Дет Топ Отпушивает 2500 Уже Квин Оф Пейн То есть Можно Докупать Скоро Будет БКБ Осталось Три сотни Можно сказать Лода Отправляет Иллюзии Танковать Скрип Левы Иллюзии Если Размножество Зафармить Там сразу Два Скрип Левы Можно Будет Ити В лес Потом Продолжает Делать Дополнительные Иллюзии В общем Неплохо Подрались Подрались Но Тедхантер Однако Нашли Квин Оф Пейн Успевает Улететь Не прок Баш С первого Удара У Лайфстилера Повезло С4 Как не старался Хвост Ну В общем Стараться Здесь Рандомный Прог Как можно Быстрее Нужных Хэкс На Лайт Оф Хэллини Иначе Все будет Очень плохо Влетает Квин Оф Пейн Ее Ничем Не Законтрол Поднимает Вроде Рубик На этом История Заканчивается Она Просто Успевает Улететь Весьма Оплотная Однако Если Появится Сейчас БКБ На БКБ День Не хватает Он улетает На базу Доделает БКБ За 10 Секунд Он сможет Передамажить Зауешить Вообще Всех Третий уровень Ультимейта Получает Он 16 Лода Продолжает Пушить Иллюзиями По всем Фронтам Так Ну и Лоде Надо Начинать Копить На Хартов Тараск На Риверу Ему Скоро Начнет Хватать Иллюзии Будут Такие Плотные Что С ним Ничего Будет Не сделать Что То есть БКБ Он даст Физический Стан Ну и Можно успеть Заковырять Это Квин оф Пейн Урона Хватает Не стал Он делать Изолятор Квин оф Пейн Ходит Ищет Приключений Ну и Дэнди Получает Просто от Иллюзий Мана Не остается Отбивается Бутылкой Так Ну все В общем Охраняют Лоду Пока у него Не будет 3200 Судя по всему А нет Поражали Смог Пошли Думают Как заходить Нави разбегается Пока что Просто варды Расставляют Надо еще Варды Поставить Есть Гем Лайт оф Хэн Бежать Шэдоу Блейд Поймали Финс Грипп еще До Шэдоу Блейда Поставили Сентри Вард Ну и просто Добили Сплит Пуши Никаких не будет Значит Конечно Это Не килл хвоста Но тоже килл Очень-очень полезный Врем Пожалуй Самый опасный Персонаж Потому что Чем быстрее Он получит Хэк Тем сложнее Будет Потом Драться И то что Его убивает Рано Это Даже Даже К лучшему Летит Курьер Надо Покупать С него Ривер Курьер Надо Направить В сайдшоп По колодам Не тратить Деньги Копи Тож Дет По ситуации Посмотрит Что будет Присходить То есть Может Придумать Собрать Бутерфляя Вместо Харта Тарас То есть Иллюзия Не будут Такими плотными Но В то же время Будут Миссы Прок У всех То есть У Хвоста И У Фуриона Придется Делать МКБ Иначе С этим Будет Не справиться Просто Не сладить Что есть У Смайла Смайл Есть Огур Клаб Видимо Делает БКБ Дэнди Есть Мека Делает Пайп Понимает Что АОЕ От Пейн Ну просто Не переживают Они Тут И все еще С медалькой Так Ну и что-то Здесь летит Нет Просто Курей Разбирает Бутылочку Хвоста Сейчас Чуть было Не нашли Иллюзии Хвост Стоит Смотрит На Фэншн Респаунулись Можно сходить Рядом Летает С4 С4 Запрыгивает Сейчас Если бы Здесь был Хвост То С4 Может Глядишь И умер Б Получил Б Стана Обисла Блейда Если бы Еще Баш Потом Хорошо Прокнул Можно Было Попробовать Его Добить Даже Тем Не менее Фарми Теншн Которых Не стал Фармить Хвост Ракетами Постоянно Скаутит Кто Где Так Ну и Лода Своими котиками Уже Подпушил Здесь Тир 3 Начинает Проседать Немного Потихонечку Но тем не менее Иллюзии По всей карте Идут К сожалению Живут они Не так долго Чтобы добраться До крипов Вот иллюзия Бежит Более менее Много времени И осталось Посмотрим Повезет ли Размножиться Размножается Мгновенно Такой Кэспложен Не так уж и много Думал Будет больше Давайте посмотрим Лода 17 То есть На максимум У него в качестве Пассивки На размножение Смого 4000 золота Видим копит Целиком Либо купит Бутерфля Либо Хартф Тараск Находят Триентов Аптриентов Можно размножить Сразу же Расконтроливать Свои копии Сразу же Появляются Новые копии Две новых копии Надо законтролить Выйд Лизану Еще триенты То есть Можно создать Здесь целую армию В лесу На этих пинках Лайт оф Хэм Понимает Что не делать Так размножать Котиков Продолжает Отправляются Новые пачки Иллюзорных Юнитов Так Ну и Лайт оф Хэм 1800 Пока Еще нет Хекса Хвоста 1000 золота Здесь Зашли Смоки Ну и Расставляют Похоже Варды На хайграунды Нет Варды Не расставляют Просто Отпушивают Лейны Видимо Идет какой-то Бейт Кого-то Сейчас Пререколит Посмотрим Кого Скорее всего Лода Сейчас будет Внезапный Пуш Да Действительно Это Лода То есть Нави Ходят Смоки А им Сейчас Будут Пушить Тир 3 Надо Возвращаться Сразу же Иллюзия Отпушивает Мид Дали понять Что Тир 3 Проседает Лоду Скорее всего Видели Крепами Лода Схарта Вторас Ну и решили Что можно было Подраться Однако Поняли что Нави Они сами Не видят Испугались Боялись Что сзади Как-то зайдут Пока они там Пушат Так Ну и Нави Смок Сейчас закончится Уже скоро Надо хоть Кого-то Найти Забились В деревьях Здесь Поставили Обсервы Ну и Показывается С пылами Отпушивает Пропадает Смок Уже Стоят возле Тир 2 Ну и здесь Начинает Сразу Пушиться Вот теперь Уже можно Возвращаться Иллюзиями Всех было видно Заходит На Тир 3 И просто Начинает Пушиться Сейчас он Будет накидывать Спирит Ланс То есть он Может Стоять Здесь На ступеньке И просто Покуда он Прожимать Спирит Ланс До полу Монтостайл И просто Отправлять Свои иллюзии Иллюзии Настолько плотные Что саппорту Надо Очень сильно Постараться Чтобы их убить Вот Дэнди Кулачком Потихонечку Дамажит иллюзию Тем не менее Ботом Тауэр Андроатак Надо вернуться Реколит Видимо лоду Вот решает Что можно Еще пофармить Немножко Могли устроить Такую медленную осаду Смотреть Испытывается Терпение Нави Поняли что Это Достаточно Занудная тактика Судя по всему Так что Здесь можно делать Можно апгрейд На Диффузл Блейд Для начала Либо можно И сразу Иго Сонг С иллюзием Воюет Иллюзия Набрасывается На Пупея Как бы сейчас Пупею не убили Иллюзия Не самая быстрая То есть Скорее всего Скоро придется Покупать Чайбы Софт Тревел Если этого не сделать Саппорты будут Просто от них убегать Так а кто здесь такой Пролетел Лайфстиллер Убилаки Лайфстиллер Пролетел Фурионе Такой Веспа Нет Но вместо этого Фурион Такой Доставщик Вардом Здесь Видели То есть Здесь Стоит Вард Я думаю Аки Теперь Это Знает Лода Бегает Аккуратненько Так Кого Здесь Нашли Нет Никого Не нашли Здесь Просто Идут Пуш Смит Пока Суть Додел Аэсфорд Пытается Отпушить Тот Пытается Воють С Фурионом Ну и Надо Сейчас Как-то Здесь Подраться Приходит Иллюзия Лайнсера Ну и Просто Прогоняет Всех Прожигает Ману Ставит Паузу Пупей Похоже У кого-то Либо Лагер Либо Кто-то Сейчас Вылетит Давайте Посмотрим Как Здесь Дела Давно Не смотрели Графики 5000 По опыту В районе Восьми По золоту То есть Но Тедхантер До сих пор Преимуще Но в общем-то Они его не теряли Просто Постепенно Плавненько Накапливали Не так Быстро Как могли Но В общем-то Учитывая Что Какой у них Был пик Очень хорошо Идут 16-10 Все вышки Ну почти Все Одна Осталась Внешнюю Нави У самих Еще есть Тир-1 На миде Вот за него Сейчас И будут Драться Го-го Говорит Пупей Здесь Целая армия Котиков То есть Если Нави Сейчас Задержат Будут Пытаться Драться То Они Останутся Здесь Без Тир-3 Это Новый Реплейф То есть Сейчас Размножится Оп Опять Пауза Хвост Говорит Подождите Опять Говорит Гол Летят Спиртланцы Дэнди Отлично Диффузном Остановили Однако Поцепить Не успели Пошел Статик Шторм Бульдог Влетает Остается Один Через цинку Никто Не хочет Бежать Тем не менее Проходит Уже Лоды Начинает Всех Бить Адмирал Бульдог Получает Стан Обисал Бейда Ну и Просто Прожимает Свой Го-септор Пупей Пробует Его добить Ковыряет Глимсует Умирает Стенки Просто Клокер Однако Здесь Хвост Умирает Просто От Иллюзии Лайнсера Пока Суть Додела Здесь Тир 3 Допуш Лайс 4 Лайт Оф Хэвен Лайс Торми Надо Добить Фуриона Ультимейт На ультимейт Нет маны Добивает Фуриона Ну и Гудгейм Велплейт Говорит Нави Понимает Что Траться Они здесь Не сделает Ничего Боевит С Квин Оф Пэйн Квин Оф Пэйн Если что Просто Улетит Вот так Лайнсер Очень быстро Отъезд На 33 Минуте Уже Хартов Тараска Как только Хартов Тараска У него появляется С ним уже Не совладает Бьет Быстро Саппорт И вот Иллюзии Просто Не могут Убить Ну вот так 2-0 Побеждает Нотатхан Совершенно Не то что Внезапно Состав Более-менее Новый Со стендином Первую игру Они просто Можно сказать Застомпали В эту же игру Более-менее Стабильно Отыграли Показали Лайнсера Неплохо Отыграл Квин Оф Пэйн Молодцы Ребята И GM Тоже Молодцом Держится Вот они Взяли Новый Стендин Ну и Навежа Надо как-то Побольше Я думаю Тренироваться Последнее Время Они как-то Совсем Слабо Выглядят Фанаты Их уже Ругают На форумах Как я видел Это лишь Вопрос Практики Попея Получает Орки Попея Добивает Кипер Розлайт Напоследок Ну и Гуд гейм Алплей На сегодня Все Записи Выложил Ссылки На Вконтакт На Ютуб Подписывайтесь Записи За процесс Буквально Через 2 часа Где-то Может даже Через 3 Пока Я их нарежу Так Ну и до завтра Посмотрим Что будет завтра Я напишу Потом Вконтакте Удачи Продолжение следует